С какого времени проходите военную судебную? 24 февраля 2022 года. Ваши войнские задания? Среда. Сегодня в Южном Угрузном военном суде состоялось первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении запорожца Павла Павловича, гражданина Украины, жителя города Херсона, которого обвиняют в покушении на совершение международного террористического акта. Государственным обвинителем было оглашено обвинительное заключение, после чего защита высказала свою позицию по данному уголовному делу. Запорожец является гражданином Украины, действующим военнослужащим, и, собственно, он выполнял боевую задачу. Несмотря на то, что в обвинительном заключении указано, что была угроза жизни и здоровью мирных граждан Российской Федерации, хочу пояснить следующее. На период 9 мая 2022 года город Херсон-де-Юре-де-Факто был городом Украины, иностранного государства. Поэтому каких-либо мирных граждан Российской Федерации там не могло быть по определению и по закону. Кроме того, Запорожец был задержан ночью, около трех часов. В городе действовал комендантский час, поэтому нахождение мирных граждан Украины и Российской Федерации, в принципе, было невозможно на улицах. А его боевая задача состояла в установлении растяжки, то есть взрывчатого устройства на пути следования военного патруля. Но в результате того, что его задержали до того, как он установил растяжку, никто не пострадал. Но наша позиция в настоящий момент состоит в том, что главное дело в отношении Запорожеца, в связи с тем, что он является действующим военнослужащим, подлежит прекращению, и он должен содержаться в соответствии с положениями Третьей Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Третьей Женевской Конвенции